Да, здравствуйте всем, меня зовут Максим. В чем суть нашей сегодняшней презентации? Мы, как все разработчики, очень часто работаем с базами данных, колоссально часто, практически в любом проекте, будь то мобильное приложение или какой-то веб-сервис, который обращается к базе данных. И, как я заметил, по многим моим знакомым, по себе, по своим проектам, для баз данных часто используется ODBC, который, по вдавляющим случаям, является просто C в C-стайпл-варианте. То есть это не класс, а сразу, что это какие-то MFC, которые чисто для Windows. При этом многие мои, опять же, хорошие знакомые, хорошие программисты, которые работают с этими базами данных, не используют тот же Qt, хотя знают про него, и не используют его для баз данных. И самое основное препятствие, которое я заметил в их слов, если я буду использовать базы данных от Qt, их классы, мне придется использовать все от Qt. Это совершенно не так, и сегодня это будет такой небольшой интердьюсинг, как, в принципе, можно работать с базами данных, как это удобно, такой базовый, скажем, вот, потому что, на самом деле, многие люди хотели бы, но думают, что это или а сложно, и очень зависит от других модулей Qt. Собственно, такая небольшая теория, в понимании Qt есть три слоя. Это слой драйвера, это сам драйвер, самый DBC, который обращается к драйверу конкретному, на нашей базе данных, которые нам предоставляет какой-то производитель, тоже Oracle, или Microsoft, или MySQL. Это такой низкоуровневый доступ. Есть SQL Apple слой, это уже сами наши классы SQL, которые работают с выборкой, инсертами и прочим. И есть графическая часть, что Qt очень часто используется именно для графики, есть графическая часть, которая нам облегчает некоторую работу, именно с графикой, взаимодействием пользователя с этими базами данных. Это я в конце покажу, как это делается. В принципе, вот как состоит на данный момент структура SQL. Мы не будем сильно вдаваться, это скорее просто для презентации, чтобы вы потом могли рассмотреть. Есть namespace QSQL и куча классов, отвечающих за некоторые вещи, за коннекшен к базе данных, за представление ошибок, за работу с конкретно, вот именно сами query и прочие моменты. Сейчас мы не будем на этом останавливаться. Вот то, что нам дает из коробки Qt. Это драйвера, которые мы можем собрать самостоятельно или же скачать с сайта Qt и для баз данных, которые поддерживаются на 100%, то, что они гарантируют. Кроме как вы видите, MySQL, MSSQL, SQLite, Apostler, к которым мы все работаем, есть еще такая прекрасная вещь, как QOCI, Oracle Call Interface Driver. Я думаю, те, кто хотя бы раз работал с Oracle, понимают, насколько это больно. И вот эту боль мы можем очень легко исправить с помощью Qt, потому что все этот ужас будет спрятан под типичными классами от Qt. И, как показала практика, Qt в принципе достаточно легкий в этом. Конечно же, мы можем не только ставить готовые собранные драйверы, можем собрать сами. Например, у нас какой-то специфический компилятор и DLL-каз драйвера. Нам нужно ее собрать. В принципе, вот на примере, как вот сборки для PostDrags, SQL. Как это делать? Есть командная строка Qt, когда вы ее ставите в саму студию с компиляторами и Qmake, у вас появляется, ну, как вот Visual Studio, кто-то, может быть, видел. Есть командная строка разработчиков. Это, по сути, обычный CMD для Windows и обычная консоль для Linux, которая настраивает Qt-шную среду окружения. Дальше выполняется простая команда. Откуда и куда. Ну, откуда-то include файлы, которые нужны для сборки, и destination, куда он нам выполнен. Плюс ключи для каждой из поддерживаемых баз данных. В нашем случае это плагин SQL по SQL. Дальше мы туда переходим, запускаем, делаем дебаг, релиз себе, и у нас по этому пути будет лежать собранная DLL. Но, опять же, повторюсь, это все уже сделано за нас. Если вы при установке выберите полную установочку, у вас будет это лежать. Надо бы только найти, где она лежит. Это будет папочка плагины в папке с Qt SQL Drivers. Это драйверы, которые нужны для работы. В принципе, ну, такая небольшая теория была, как с этим работать в коде. Ну, начнем с того, что база для всего остального, есть класс QSQL Database. Это под собой по факту Singleton, который в себе заключает соединение к базе данных. Вот есть два варианта. Есть connection string style, есть set parameter style. Ну, вот, в первом случае мы можем просто задать строку подключения, указать, какой драйвер установлен в системе, он SQL Server Native Client в моем случае. Выбираем сам сервер, это была моя десктопная машина, SQL Server, юзер, пароль, и по желанию база по умолчанию, который мы будем connect. Можно не указывать, надо будет только в Query эти вещи задавать. И указываем, видите, он Add Database, мы еще указываем этот драйвер, который был собран для Qt, он назывался для бинды Qodbc3. После этого мы делаем dbopen, и, в принципе, если он зашает true, значит у нас соединение установилось, и все в порядке. Также можно сделать это параметрами, просто отдельно задавать, к тому неудобна вот эта строка, кто не умеет этим пользоваться, можно вот так параметры перебить, результат будет один и тот же. Еще один маленький момент. Поскольку это single tone, он в любом случае один, но может быть такая ситуация, что у нас 2-3 connection к разным базам данных. Никогда с таким не встречался, но не исключаю, что такое возможно. Тогда вот эта функция Add Database вторым параметром будет принимать в себя строку, просто имя. То есть он будет знать, что для Qodbc3 и там будет какое-то шаблонное имя, например, там, MySQL или MSSQL. Это будет connection к MSSQL. И мы сможем потом, выполняя query, обращаться, указывая имя. То есть, чтобы просто, как бы тут я не написал, к сожалению, вылетело из головы. Ну, сам факт, мы можем таких Add Database сделать 3, 5, 10, и чтобы их различать, второй параметр, это их уникальный идентификатор. Его будет просить сам запрос. Вот сам, по сути, запрос. Как видите, он как-то не сильно связан с базой данных. Это отдельный класс, который просто принимает instance себя в Database, когда мы его создали. И вот там можно будет указать через запятую. Вот, сейчас я... Мышку моя видно, кстати? Да, видно. Database будет запятая, например, MSSQL. Он поймет, что в Database есть MSSQL, и этот query будет именно к нему относиться. Это, как вы видите сейчас, абсолютно plain запросы. Обычно на SQL мы передаем строку, получаем true-false. В случае фолса мы можем с помощью LasterROR это узнать. Какая ошибка? Это вернется нам именно ошибка с базы данных. Не какая-то QT-шная, а именно вот оригинальная, которая нам выдала база данных. Но такие plain запросы часто неудобны, потому что, опять же, это нечасто используется, плюс наши запросы зачастую зависят от того, что нам вел пользователь. И тут уже у нас есть такая проблема SQL-инъекции. Qt позволяет с ними бороться с помощью структуры prepare, вот query prepare, и bind query. когда мы делаем эти две вещи, мы по факту безопасим то, что у нас вместо вот этого, например, name, придет какой-нибудь delete database. Оно это проверит и не даст этого сделать. а так, по сути, это вот этот синтаксис, мы, например, в данном случае делаем insert, пишем параметры, пишем, грубо говоря, двоеточие name, это как вот, ну, как может быть, вот, для примера, если printf, %d. Вот примерно такой же принцип. А потом каждому из этого value прописываем этот псевдоним и реально, что вместо него подставить. Тут я вбил руками, но это не суть важно. То есть вместо вот mark27email здесь может что-то прийти от пользователя, и мы будем в безопасности из-за этого bind value, что там не будет с пилингой акции. Можно делать еще и позициями. Без имени, просто знаки вопроса, тогда value будет bindиться именно в том порядке, в котором мы их вызываем. То есть если я вызову 27 mark, mail, значит, в первую позицию ставить 27, потом mark, потом mail. Здесь же можно делать вразнобой. Оно все равно подставит нам нужное место. Как получить, например, результат баз данных. Там мы сделали какую-то выборку, мы получили данные как с этим работать. Вот наша выборка. Мы ее сделали с bind value, выполнили, ошибки нет. Что мы делаем? Вот от citizen это у нас структура, в которой просто три поля. String, int и string. в query после успешного выполнения лежит полностью все результаты. Их может быть не один, не несколько, поэтому мы двигаемся по ним. То есть с помощью функции next мы перемещаемся на первую позицию и там у нас через такую конструкцию query value 0.1.2 мы получаем доступ к столбцам, которые были выбраны. Представьте себе таблицу, у которой 5 столбцов. У нас в результате таких вот строк вернулось 5 столбцов, вернулось 10. Мы 10 раз делаем value, потому что next делается 10 раз ровно. А здесь мы уже должны сами понимать, к какой таблице мы обращаемся и столько раз к нужным по индексу 0.1.2 value должны обратиться. И конечно же обязательно нужно перевести его к нужному типу, потому что это класс возвращается. Но он прекрасно переводится. как в стрингу, так и в любой другой тип данных. Еще один момент касательно Qt, он все-таки очень завязан на своих типах. И тот же string, это не std string, это qstring, и возвращаться будет всегда именно он. Но вот эта маленькая сложность, на самом деле не сложность, потому что qstring очень хорошо работает с std стрингом. Он прекрасно конвертируется как из него, так в него, возвращая те же cstring. то есть маленький момент, который тоже кого-то может отпугнуть, что это не придется qstring использовать, а у меня другие стринги, у нас уже проект 10 лет, у нас там 5 своих стрингов, это не проблема, если вы хоть карты совместимы с простой std string, этот момент абсолютно пугать не должен. Это было касательно, если мы используем это как на бэкэнде каком-нибудь, где нам не нужно взаимодействовать с пользователем с помощью Qt. Если же вдруг мы используем Qt для UI, есть прекрасные вещи. qsql table model и qt в чем суть table model и вьюшки. Вьюшка это виджет, какой-то виджет, который находится на формочке, которой пользуется юзер. В себе он несет модель. Модель это абстрактный слой, который занимается как выбором, так и предоставлением этой вьюшки этих данных в нужной форме, чтобы она это отобразила. Что мы здесь делаем? Мы создаем модель, указываем он DB, какой баз данных выбирать, указываем какую таблицу искать, citizen, по желанию фильтры, я сортировал по полю age, старше 18 лет, опять же, по желанию мы выбираем сортировку от меньшего к большему и по первому столбцу, столбцы нумеруются от нуля от нуля, как и во все в C++. И делаем select. После этого модель выбрала данные. Дальше мы создаем вьюшку и передаем эту модель. После чего просто эту вьюшку показываем. И вот в принципе что у нас получится. Вот мы видите внизу, это обычное окно, в котором есть вьюшка. нашу таблицу выбрала. Name, age, gender она подписала само, столбец, делала нумерацию, выдала все данные. Это достаточно удобно, нам не нужно заниматься этими таблицами, писать свой класс, она уже есть. Более того, как увидите, она фиширует всю таблицу. В оперативной памяти вся дб таблица фишируется. А фишируется только выборка. То есть я фильтр отсортировал age больше 18. Но если я не ставил фильтр, а хочу показать всю таблицу. Оно возьмет всю таблицу, все данные. Это не окей, если допустим у тебя очень большая таблица. Ну я думаю, если это очень большая таблица, наверное вряд ли мы будем использовать ее в таком голом виде. как бы базовый кирпич. Плюс с другой стороны давай посмотрим вариант экселя. Таблица в эксель на 10000 строк это тоже не ок отображать, но отображается. Тут зависит понятие курсора. Ну тут к сожалению такого по умолчанию нет. То есть она хватит все, потому что она вытаскивает эти данные и хранит у себя. скорее как бы для небольших таблиц не для огромных. А чья поддержка великих блок полей блок силов можно еще раз повторить и было чуть-чуть. Чья поддержка великих полей типа блок силов например до 4 кбат сейчас отримает значение. А если мы зберегаем в Oracle свой тип для бинарных файлов, где можно зображения зберегать и шукать по ним. Я знаю, это очень большие блоки. Он должен это поддерживать, насколько он гарантует полную сумместность с Qo. ODB Oracle как я знаю тоже працюет в том же MSSQL есть бинарные файлы, он с ними працюет. Как раз в ODB есть проблема с этим поддержкой, используя обгортку C++ на TOSCI и OCCI это достаточно удобно делать много кодов специфичного, но это позволяет. Например, ODB накладает свое обмежение, потому что это верхняя надбудова над специфичными драйверами баз данных. Но деколи с этим нужно працювать и тут приходится уже разбивать певный бинарный блок на меньшие куски и его подзаливать или вычитывать, что он достаточно удобно на надбудовах над рятными натурными драйверами OCCI например то же самое ORAC декол работа с функциями, которые вертают певные наборы данных. Не через select. Не через select. Ну, эти функции вы должны описать, на жаль, самостоятельно. Оскільки вы завжди берете и наследуетесь от базового класса. Я маю на увазі функция на стороне sub-d описана. Тобто не на стороне додатку. все, я зрозумів. Я, можливо, просто неправильно Все, я тепер зрозумів. Тобто як можна її викликати? Так? Синтекс такого, як функцію викликаєте в сі плюс-плюси, вона трансформується в функцію, яка буде на стороні sub-d. Цього я не бачив, не знаю, шокав інформацію і треба викликати plain-text. Тобто частина буде через біндинг даних, саму функцію ви пишете plain-text. Заразуміло. Це так само, як робота з пекедж. Тобто, наприклад, в ораклі основно все загортають в пекеджі і там функція процедури роботи з даними і через певний SQL синтекс його можна викликати і отримати дані. Ну, мабуть, я думаю, все-таки воно є, просто треба розібрати. Можливо, десь вони його сховали, він зараз розвивається, дуже активна п'ята версія. Я працював десь рік тому, того що нані я не знайшов. Я писав все plain-ом. Тобто, в мене була частина даних біндилась, частину я просто формував ці стрінги. Дякую. Окей, ще якісь питання по цьому? Окей, думаю, нема. Окей, поверцаюся до цього. Ось ми отримали цю формочку і ця формочка більш того дозволяє нам, як ви бачите, на другому скріншоті, там де Наталя, 37 років, вона дозволяє це редагувати. Якщо хтось щось змінить, натиснути на Enter, ці дані одразу запишуться в базу даних. Тобто це по замовченню дозволяє редагувати даних користувачу. Якщо це, звісно, якась невеличка табличка, яку можна це робити юзеру, це досить зручно, нам не треба цим заморочуватись, писати якісь свої функції, класи і все інше. Вона вже дозволяє це робити. До того ж, вона дуже гнучке, ми це завжди можемо заборонити чи переоприділити якийсь там action. Так, для прикладу, я тут, ви бачите, в коді додав дві речі, table view, edit triggers, я сказав, що no edit trigger, я тут заборонив зміну, як бачите, коли я виділяю, тепер це просто виділення. і для більш гарного якогось відображення ми можемо завжди оці age, gender, name переіменовувати, бо не дуже гарно показувати користувачу, коли цю нашу, якби, це наш синтаксис нашої бази даних, як воно виглядає. Тому ми завжди можемо, як бачите, в моделі, бо це відповідає моделі, зробити set header data, вибрати індекс, я виборю нульовий, тобто перший стовбець, написати по горизонталі і що написати. Як ви бачите, employee name тепер замість name. Тобто, в принципі, ми можемо ці таблички спокійно робити в гарному вигляді для наших користувачів, як відображення інформації, наприклад, не для правки, а просто, щоб вони бачили, що там є якісь дані, які їм цікаві. Це трохи спрощує роботу з базами даних. На такому базовому рівні. Бо, наприклад, на голому IDBC це написати, що неможливо. Треба це розуміться. Треба писати свій клас. Що використовувати на субцій класі, якщо це МС. А вот эти змінення, їх потом можна буде зробити роллбек? Це, типо, діляться, як транзакція? Ти, имеєш в виду, я зробив H37, я можу зробити? Ну, типо, да, відмінюти змінення. Отменення Ctrl-Z ну, змінюти. В цьому момент, який потрібно мучить. Нужно привязувати свой экшен к этим змінням. Ну, це несложно, це пару строчек. Ну, і, собственно, такий момент, как бы, QMake, ну, кто знає, що такое QMake вообще? Ірмін, може сказати, що це? Наверно, що таки скажу, це, як у нас йдет компіляція. Йдет, припроцесор, потім компілятор, потім лінкер. Так, тут, йдет, місці с припроцесором QMake, де спеціфічно QT-шній обертки, вроде Connect, там, де ми свіляжуємо нажаття на кнопку, то есть какая-то функція, которая буде выполняться. Это сделано не в C++ синтаксисе, а в их синтаксисе, через обертки. Этот QMake по всем этим параментам проходит і разворачивається. Разворачивається в нечитабельний, но рабочий C++ код. Неявно от нас. Так вот, якщо ми будем просто работать с базами данних в нашій програмі, ну, в нашому коді, і не использовать другие какие-то фичі QT, нам этот QMake не нужен. Це тож, как бы, не накладуть эту проблему, що можна тебе QMake добавляти в наш продукт. То есть, тут такого нет. Конечно, если ми не используем графическую части от QT. вот ще сама ті ссылки, по которому я работав. Вторая книга очень хорошая. Рекомендую найти, почитать, якщо кому-то заинтересовало. Очень хорошо прописано. Описан сам QT, в тому числе і бази данних, і GUI, і інші многие компоненты. Ну, і документация, це маст хев, тому що дуже добре подробно написано, скажімо так. При всім плюсе майкрософської документации QT мне, например, нравится більше. Намного все понятні, і намного лучше пример. Це все, це було такий небольшой інфраїдюс, як я і говорив, потому что многие почему-то от избегают роботи с QTF, читая, що это накладывают некоторые обязательства. Дякую. А в додаток до попереднього питання, там можна зробити якусь пакет, ну, щось типа алят пакетної транзакції, коли я пишу там, наприклад, 5 комітій одним пакетом, і воно не автоматично комітить кожен раз, коли я викликаю там сіквел-запит, там перший коміт, наприклад, а я стартую, наприклад, чи транзакцію, чи я роблю 5 сіквел-запитів, а потім просто викликаю коміт, і воно тільки тоді починає уже переноситись в бойовий таблик, ну, збуде обробляти це як один коміт, 5 запитів, чи там автокоміт на кожному сіквел-запиті. Давай так, щоб я правильно не декілька запитів, а потім ми їх виконуємо, тобто ти їх складуєш на стек. Да, ну, грубокаючо, так. Дай зараз, секунду, подумати. Явно, такого функціоналу немає. Ти можеш зробити декілька кв, за своїх запитів, а потім їх десь зберігати в умовному векторі, а потім виконати просто через цикл. Так, напряму цього немає. зрозуміло, дяка. Максим, а ти пробовав сравнівати перфоманс, якщо на пряму аспортси IP от бази данних? Типа, є? гол, гол, ADBC cute. Да, Я так в цьому работі не писав, було не большой страниц, але разниця є, але мізерна, насправді, насправді, 57 то есть сам кьюз то что это класс и обертки он съедает по счету этого то есть то я думаю тот же mfc съест примерно столько же ну поэтому всякие виртуально это класс это наследование то жрет сам сам язык это сверх там издевательств нет